Ледяной прием ожидает детей в 19 нижегородских детсадах и школах. Хотя отопление в соц. учреждения начали подавать еще на прошлой неделе, в ряде детских учреждений Нижнего Новгорода тепла нет до сих пор. Температура в детсадах 15 градусов. Многие дети заболевают и вынуждены сидеть дома. В садик мы ходим, два дня походили, заболели, два дня походили, опять вот заболели. В садике холодно, нет отопления у нас вообще. Дедки спят днем в одежде, в штанишках, носочках, вот так она у нас ходит у них там в комнате в садике. Вот мы вчера забирали ребенка, у нее ручки ледяные были. Холодно в садике. Мы плед туда отвезли из дома специально, чтобы ребенок мог спать. Вот видите результат опять, вот сейчас тетя врач у нас должна прийти. Лишь холодно в садике? Угу. Ручки. Ручки можно? Угу. Ну я вот одеваю вот эту вот кофточку, леганцы, а под леганцами у нас еще эти колготочки. Тяжело, целый день во всем этом. Вот это куда понесли? Вот это куда понесли? На верхушке. Мы как приходим к 6 часам утра и до того, пока ребятишки в садике, мы пользуемся обогревателями. У нас никогда в детском саду не было проблем с отоплением, никогда. Это первый год. Поэтому это вина не администрации дошкольного учреждения. Если нужно показать акты готовности, я готова показать то, что садик готов к теплу. Задвижки открыты. Вся система готова к приему тепла. Но если нам тепло не дают из другой организации, я его сама себе не дам. У меня нет котельной своей. Должны были дать 21-го. Сейчас планируется дать 26-го числа. Так вот они сегодня сказали только пускать. До сих пор не пускают. Тепло. Дети мерзнут в садике. Из-за этого то, что вы не успеваете в сроках. А почему летом нельзя было эти работы провести? Как сделали, так и инстагнируем. Начал воздух, трубы где-то с лесаря, где-то все с отехниками. А труб пущен, давно тепло. Кстати, как сообщили нам в городской администрации, на сегодняшний день запущены все 148 муниципальных котельных, а также 80 из 106 ведомственных. По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры, в целом по городу тепло получает 183 из 190 школ и 297 из 309 детских садов. Также теплоноситель подведен уже более чем к 5000 из почти 8000 жилых домов с центральным отоплением. Нужно понять, что температурный режим, он не одномоментно устанавливается в детских садах. То есть требуется некое время для того, чтобы система, что называется, встала в рабочий режим. Ну и, соответственно, для того, чтобы прогреть холодные здания, нужно какое-то время достаточно продолжительное. Поэтому для нас самое главное на сегодняшний день о том, что теплоноситель есть в детских садах. Дальше уже задача эксплуатации организации в этих детских садах обеспечить необходимую наладку тепла самой системы отопления.